Звездные войны Сегодня мы расскажем вам все о серых джедаях, о том, кто они такие и сколько их на самом деле во вселенной Звездных войн. Кстати, а как вы считаете, какая сторона силы более крутая? Ставьте в комментариях хэштег «Я на светлой стороне», если вы топите за Йоду, и хэштег «Я на темной стороне», если вам по душе Дарт Алексеевич Вейдер. Ну а пока вы устраиваете межгалактическую заварушку, мы погнали. Кто такие серые джедаи? Ответить на этот вопрос сходу очень сложно, поэтому держите немного истории. За тысячи лет до событий всех фильмов саги был образован Орден Джедаев. Конечно, порядки в нем немного отличались от нынешних, но уже тогда это был плюс-минус тот самый совет, что мы знаем сейчас. И уже в те годы существовали ситхи, последователи темной стороны. Но что интересно, достаточно долгое время до разделения сторон силы не было. Были просто юзеры, способные творить всякую разную магию, исходя из своего психологического состояния. А уже потом, понимая колоссальную разницу в применении способностей, пользователи разделились на два лагеря. Так появились нынешние ситхи и джедаи. Ходят упорные слухи, что при работе над девятым эпизодом Джей Джей Абрамс таки консультировался с Джорджем Лукасом. Дисней не хотела просить помощи у мудрого отца «Звездных войн», но кто, как не он, способен помочь завершить франшизу достойно. Лукас, аки ребята из «Ворк 5» помог молодому студенту Абрамсу, и наверняка результат будет гораздо лучше «Последних джедаев». Ну, по крайней мере, если Джордж действительно сработал в стиле «Ворк 5». Эти ребята ежедневно консультируют студентов по учебным вопросам любой сложности. Контрольные, курсовые и даже дипломные «Ворк 5» поддержат советом и наставят на путь истины в любых учебных вопросах. Причем, в зависимости от спешки, возможна и срочная консультация. Разбираться с учебой в одиночку тяжело, и далеко не у всех есть добрый отличник под рукой. Но по ссылке в описании вас ждут не просто отличники, а специалисты с научными степенями в различных областях. С нашим промокодом их консультация будет стоить на 20% дешевле. И почему бы не сделать свою жизнь легче? Каждый орден жил по своим определенным законам, несоблюдение которых каралось незамедлительно. Но что если отречься от правил, но не от сил? Тем же джедаям запрещено заводить семью и любимых, но история показывает, что далеко не все следовали этим заветам. Тех, кто не был согласен с кодексом, прозвали серыми джедаями. Они не обращались к темноте, но и светлым заветам не отдавали предпочтений. Во всяком случае, полностью. Например, несмотря на всю свою правильность, Квай-Гон Джин был во многом не согласен с советом. Он был заносчив и частенько пререкался с боссами. Так, хоть он и имел одного ученика в роли Оби-Вана, Квай-Гон хотел взять под свое крыло еще и малыша Энни. И это при том, что обучение строго одного ученика узаконено кодексом джедаев. Однако, помимо простого непослушания, были и другие юзеры силы, которые уже не просто так назывались серыми джедаями. И сейчас речь о тех, кто смог сохранить баланс силы и в рамках разумного использовать обе стороны силы без перехода на темную. Причем таких примеров во вселенной Звездных Войн множество. Конечно, большинство из вас вспомнит главного мазафакера галактики. Но старина Ник Фьюри был далеко не единственным в своем роде. В одно время в мире существовало даже два ордена сторонников этой стороны – серые джедаи и паладины. К первым обязательно стоит отнести Джоли Биндо, бывшего падавана и самопровозглашенного серого джедая Старой Республики. Парнишка был крайне импульсивным падаваном, что уже тогда посеяло сомнения в головах совета. Он поступал так, как считал нужным, а не по предписаниям кодекса. А позже и вовсе женился на девушке по имени Наяма. Джоли обнаружил, что женщина имела связь с силой и лично начал ее обучение, проигнорировав запрет совета и свой статус падавана. Чуть позже девушка сбежала от мужа на темную сторону, что в конце концов и убило ее. Совет решил вновь принять Джоли в свои ряды, считая, что Биндо извлек урок из своих грехов и может вновь вернуться. Однако вместо этого серый юзер отправился в добровольное изгнание. Много лет спустя, после завершения гражданской войны, Джоли вернулся в Орден джедаев и даже получил заочное место в Высшем Совете. Также к серым юзерам силы можно отнести Дженсарай и имперских рыцарей. Остановимся на каждой группе отдельно. Так, имя Дженсарай на ситском языке означает «скрытые последователи истины». От джедаев они взяли дисциплину, чувство долга и честь. И, безусловно, уважали эти же качества в противнике. В то же время Дженсарай исповедовали идеалы защиты мира и справедливости. У ситхов же они учились агрессии, но не с целью познания темной стороны, а для использования в битве. Впрочем, многие Дженсарай не смогли удержать этот баланс и пали все-таки на темную сторону. На самом деле история этих ребят довольно захватывающая. Сам Орден был основан изгнанными светлыми юзерами, и первые годы своего существования противостоял Ордену джедаев. После Великой Чистки и практически полного уничтожения джедаев, они было предложили свои услуги Дарту Вейдеру, но тот почувствовал в них лишь светлую сторону силы. Вейдер объявил охоту на бедняк, и многие Дженсарай погибли. К слову, они далеко не просто так основали собственную группу единомышленников. На основе ситских доспехов они создали собственный тип брони, который успешно использовали в боях. Дженсарай взяли за основы обычные латы и покрывали их кручеными нитями из картосиса, обеспечивая небольшую, но стойкую защиту от всех видов оружия. Также они выбирали какое-нибудь животное своим союзникам и защитникам, а затем придавали своим доспехам его черты. Вот и скажите после этого, что они похожи на джедаев в их скучных балахончиках. Ну а бонусом ко всему они использовали две уникальные техники силы. Первая позволяла им скрывать свое присутствие в силе. Вторая, называемая баллистокинезисом, была производной от телекинеза и позволяла им ускорять мелкие объекты до очень больших скоростей. Причем без зазрения совести они использовали их в качестве оружия. В отличие от ситхов, у Дженсарай не было никаких определенных правил насчет цвета светового меча. На практике использовались мечи любого цвета, как красные ситховские, так и традиционные синие и зеленые. Известны случаи, когда в руках Дженсарай оказывались оранжевые, бирюзовые мечи или даже белые. Однако помимо Дженсарай к серым джедаям традиционно относят еще и имперских рыцарей. Подобная организация стояла на службе империи и была когда-то предана лично императору Феллу. В отличие от других аналогичных юзеров временного порядка, члены которых могли использовать силу, рыцари империи не использовали ее темную сторону. Несмотря на это, новый орден джедаев считал рыцарей серыми джедаями, так как они обязались исполнять только волю императора в соответствии с велениями силы. Забавно, что одновременно с этим новый орден ситхов считал имперских рыцарей джедаями. Имперские рыцари обучены как джедаи, но хранили верность прежде всего империи. Сам властедержатель и члены его семьи являлись полностью обученными рыцарями. Имперские рыцари служили телохранителями для высокопоставленных государственных чиновников, военных, а также самого императора. Члены этого ордена владели многими приемами силы, характерными как и для джедаев, так и для ситхов, например, удушение силы, воздействие на разум и многое другое. Их экипировка также отличалась от одеяний члена ордена джедаев. Все рыцари носили доспехи красного цвета и одинаковые световые мечи с серебристыми клинками. Это символизировало их единство и то, что отдельная личность – ничто по сравнению с империей, которой они служат. Любопытно, что материалом, из которого они сделали свои доспехи, был черный, тот самый, что когда-то послужил для брони Дарта Вейдера. А еще они использовали наручи из картосиса – металла, способного противостоять разрушающему действию светового меча. Также одними из аналогичных юзеров силы считаются серые паладины. Эти чувствительные ребята были выходцами из паладинов Типо, бывших самоизгнанников из ордена джедаев. Их отличие состояло в том, что отряд Типо стремился к единению с силой, а серые считали, что орден стал слишком зависеть от нее. Они разработали приемы и техники, позволяющие свести к минимуму использование силы и не выставлять ее на показ. Паладины также отказались от использования световых мечей, положившись на бластеры. Они изучали боевые искусства и умели неплохо пользоваться различными видами экзотического оружия. Паладины также отличались от джедаев суровым нравом. Серые чтили кодекс, но трактовали его гораздо более агрессивно. Они тщательно следили за чистотой своего оружия, что было поводом их особой гордости. К слову, отдельного упоминания заслуживают ребята, прозвавшие себя «мистиками Восса». Члены организации являлись тоталитарными лидерами расы Восса одноименной планеты. Причем этот орден адептов силы был стар, как сама Галактическая Республика. В свое время мистики сумели объективно оценить обманчивое учение ситхов, но все же считались опасными среди джедаев. Их совсем не интересовали учения обоих орденов, поэтому они были признаны сиарами. У мистиков существовало принципиально иное понимание силы и вера в свою избранность. Несмотря на то, что они не могли управлять чистотой и временем появления пророчеств, их приказы выполнялись беспрекословно, а общество Восс было даже счастливо под их правлением. Оставаясь правителями на своей планете, ребят попросту причислили к Серому Ордену за их непохожесть на других юзеров силы. Поэтому не стоит относить сагу «Звездных войн» только к истории о добре и зле. В этой необъятной вселенной существует огромное множество пользователей силы, отрицающих умения джедаев и путь ситхов. А как следствие, всех юзеров, не подходящих ни к одной из явных сторон, попросту относили к нейтральной группе. Конечно, к сожалению, вся вышеупомянутая информация о серых джедаях на сегодня содержится только в легендах. Настоящий канон пока обходит эту тему, оставляя лишь намеки на джедаев, способных юзать темные плюшки. А мы в неспойлере очень хотим верить, что эпизод 9 наконец раскроет тайны этих загадочных ребят. Ведь не просто так Рэй прошла путь от света ко тьме. Кстати, а как вы думаете, способна ли простая мусорщица следовать этой тонкой грани добра и зла? Обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а на этом у нас все. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин